Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Остров любви уже покинули пары и приехали новые участники. К Лизе Триандафелиде отправили новенького Алексея. Они познакомились через соцсети. Он не считает Лизу ветреной, ей просто попадались не те мужчины. Проект покинули Артем Волков и Виктория Левченко. Артем ушел к своей любимой. Именно на проекте он понял, что нужно дать своей любимой шанс. Олеся Лисовская возвращается на поляну к Вальтеру Соломенцеву. Девушка сдружилась с Лизой Триандафелиде. Вальтер против этой дружбы, он уверен, что Лиза настраивает Олесю против него. Недавно Соломенцев встречался с Либерж Кпадону. Они посидели в непринужденной обстановке, и Либерж обещает замутить какую-то интересную историю с Вальтером. Ведущим на Сейшелы отправляют Андрея Черкасова. Вместе с ним будет и его девушка Кристина Ослина. Дима Дмитренко дал интервью журналистам. Он сказал, что наверняка в конкурсе «Любовь года» победят Валера и Тата Блеменкранцы, но они тоже готовы бороться. На случай, если мы не победим, говорит Дима, у Оли есть другой план – родить в Новый год. Президент за это дает квартиру. Дима мечтает о ребенке, ему хочется доченьку, чтобы она была похожа на маму, как две капли воды. И первое, что я сделаю, когда узнаю, что стану папой, напьюсь с Владом Кадони. Лилия Четрару рассказала о новеньком участнике Филе Кострубове. Он хороший парень, она познакомилась с ним месяц назад в ночном клубе. Лилия отдыхала в компании Маши Кахно, Марины Африкантовой и Донцовой-старшей. К Четрару стали приставать, и Фил вступился за нее. Она сразу заметила, что Филу понравилось. Николай Должанский рассказал новые подробности займа Саши Черно. Оказывается, она просила у него 50 тысяч, но он дал ей взаймы только 15. Иосиф Аганесян возмутился, когда узнал, что Саша берет деньги в долг у других мужчин, а к нему за помощью не обращается. Экстрасенс в подробностях рассказала о третьей беременности Ксении Бородиной. Она утверждает, что девушка уже беременна, и в этот раз она подарит супругу долгожданного наследника. Насте Лисовой постоянно пишут, что раньше, до всех изменений во внешности, она выглядела гораздо лучше. Чтобы опровергнуть эти слова, она стала выкладывать фото коллажи. «Вот вам мои реальные, необработанные коллажи, до и после. Наслаждайтесь», пишет девушка. Алиана Устиненко посвятила пост своей маме Светлане Михайловне. «Сегодня тебе могло бы исполниться 50 лет, моя любимая мамочка. До сих пор больно вспоминать, но я не буду унывать, только лишь ради тебя, потому что я знаю, что ты рядом». У Антона Гусева после расставания с Викой Романец, видимо, появилось время на ребенка. Женя Феофилактова недавно жаловалась, что Антон редко видит сына, и малыш постоянно спрашивает, почему папа к нему не приходит. И вот Антон, наконец, собрал к себе сына в гости. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.